МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в гостях у нашей передачи участник войны в Афганистане. Я думаю, он сам представится полностью. Да, полностью. Полностью. Баллахов Олег Николаевич служил в Афганистане с 1985 по 1987 год в 201-й мотострелковой дивизии в качестве офицера-политработника в штабе дивизии в политоотделе. Вот, вкратце. Ну, политработники были нужны. Да. Да, хотя часто слышишь высказывания наших солдат, иногда офицеров, разгледяев, да? Больше офицеров. Больше офицеров. Которые были разгледяемы. Да, которые были разгледяемы. Вот, высказывания. Ну, сейчас называется «Воспитатели в российской армии», которая перенесла все-таки традиции. Ну, воспитание личного состава, по-моему, должно быть присутствовать везде. Безобязательно. Потому что это, когда ограничивают рамки, да, поведение все-таки, война, да, контроль. Да. Тогда, ну, это будет традиционный вопрос. Сейчас. Как ваша встреча с Афганистаном? Ну, значит, если говорить честно, то я не особенно туда и стремился. И, если, так сказать, говорить точнее, то каждая замена шла планово. То есть, менялся в офицерах. Человек на человека. И, допустим, кто уже знал о том, что надеет Афганистан, это известие он получал за полгода и так далее. То есть, не делал необходимые мероприятия. Получил, даже был квартиру, там еще какие-то условия. Либо, так сказать, по приказу министра обороны, человек не отправился в Афганистан, пока не имел квартиру. И, участвуя на параде 7 ноября здесь в городе Кишиневе, значит, после того, как мы это дело отмаршировали, значит, меня вызывают штаб дивизии и говорят, вот тебе бумага, надо пройти медкомиссию. Ну, и я говорю, а что там за медкомиссию? Ну, для прохождения службы в странах с жарким климатом. Ну, поскольку я был, так сказать, большим шутником, я сказал, ой, наверное, Ангола, наверное, Иран. Потому как, естественно, Куба, естественно, эти страны там с повышенной степенью оплаты и так далее. И каждый офицер... С повышенной степенью оплаты. И каждый офицер мечтал, так сказать, заработать, будучи там советником и так далее. Но оказалось, что это не так. И буквально, значит, там за три дня я был... Мне был вручен загранпаспорт, и я покинул территорию города Кишинева. На самолете Ту-134 на Ташкент. Так я 18 ноября прибыл в Ташкент, и пошел в штаб Туркестанского округа. Мне сказали, а зачем ты прилетел? Замена вроде как произведена, что очень сильно обрадовало меня. Думаю, вот, наверное, вернусь обратно домой. Поскольку желание было, так сказать, не особенное. Но потом, говорят, там приедет ваш направлениц, он определит. Приехал в наш направлениц, сказал, нет, родной, вот тебе все бумаги. Езжай в аэропорт Тузель, и там тебя перекинут. Встречут. Встречут, да. Встречут. Да, и так на Аю-18, правда, я летел не на пассажирской, хотя многие там летали на грузовых бортах, а я почему-то на Аю-18, мне как-то сразу повезло. И с комфортом я приземлился в Кабуле. В шинели и в шапке. Вышел, посмотрел, думаю, пора менять шапку на фуражку и так далее. Потом пересылка, с пересылки штаба 40-й армии я получил направление, значит, и отбыл в город Кундуз, где стояла 11-я мотосилковая дивизия. Вот так попал в Афганистан. Ну, тогда перейдем уже к тому, что представлялось в Союзе, в Ташкенте, когда рассказывали ужасы афганской войны. Ну, были определенные ужасы и в определенных районах. Это, я думаю, так и было. Было, было. Вот, но реальность тех боевых действий, проводимых в Афганистане, вы с этим сталкивались? Да, конечно. Вот это самое действенное, вот это самое первое, самое хлесткое в память. Вот сейчас бы послушали бы, потому что всем интересно, я так думаю. Значит, 21-я дивизия, значит, одна из боевых дивизий, знаменитая дивизия, она на сегодняшний день существует, и кто-то, так сказать, очень сильно интересуется, то жизнью армии, будем говорить, она сегодня стоит и является российской базой в Таджикистане, стоит в Душанбе. Зона ответственности у дивизии была очень большая. Значит, мы держали зону ответственности от Хайратона, Шибаргана, Мазари-Шарифа и Дов-Хайзабада. Полки у нас стояли, полки стояли у нас в Кундузе, полк стоял в Полихумри и стоял в Ташкургане. Три полка. И в Северном Кундузе стояли остальные там батальоны, разведбат, артполк стоял и прочее. И основная задача, конечно, дивизии была, основная масса, значит, основные задачи выполняли мы, значит, заставы, блок-посты, охраняли трубу известную, чтобы ее не били и не качали оттуда, так сказать. Постоянно ходили колонны, сопровождение колонн и так далее. И во многих полках, значит, вот все на нас спрашивают, ну, а столько было там, количество людей такое, что вы там не могли их победить? Ну, в принципе, если была бы поставлена задача победить, то победили бы. Хотя я не сторонник той версии, что там проиграна была война. Потому что, представляя в том, что контролируя 80% территории Афганистана, а контролируя я не имел в виду, что гарнизон стоит в каждом населенном пункте, в каждом кишлаке. Нет, этого невозможно сделать, и нигде этого и не было. Но регулярно восстанавливали в тех уездах вы власть, которые давало указания наше политическое руководство. Да, если потеря там была, НДПА, да, партии, власть потеряна, входили душманы. А в данном случае, вы как раз интересно, если взять историю, вы находили северный Афганистан, это от узбеков до таджиков. Ну, в основном, значит, узбеки, там, основная масса населения узбеки, которые, видимо, когда-то еще годы басмачества перешло на эту сторону, так сказать, Афганистан, и в основной массе была узбеков. Потому что у нас в отряде, агитпропаганды, был такой отряд в дивизии, который ходил по кишлакам, собирал их там, раздавал рис, керосин, мыло там, еще прочее. Для того, чтобы не было никаких инцидентов, когда ходили колонны там и прочих, не было обстрелов, подрывов и так далее. Вот, и поэтому... Ведь такой задачи не могло быть, которая и не стоит задачей сейчас в американских войсках. Вот, потому что в первую очередь, это была партизанская война, это должны были проводить операции все-таки в первую очередь, в первую очередь правительственные войска, которые были местными жителями, знали все. А огневая поддержка, будем считать так, чтобы расшифровать для гражданских людей, огневая поддержка в виде артиллерии, бронетехники и так далее, могли просто помогать. Как и сейчас делается американцам. Они буквально пять лет вошли, закидали шапками, потом и начали валить их. И вдруг они поняли, что тактика все-таки войск Советского Союза, между прочим, Советского Союза, а не стран коалиции, которая воевала против Советского Союза, в полном составе, плюс Китай еще там свои вставлял палочки. Я китайцы удивил, на вооружение китайцы. На вооружение верили, потому что... Отключить сразу можно. Те пулеметы, которые они стянули когда-то на острове Даманска, мы их находили в ущельях, когда выкуривали, так сказать, бандитов. Вот находили ДШК, которое было на ствольной коробке, написано «Мады имхина». Те, которые не сняли из наших танков, его локли к себе, наладили производство и стали вооружать... Маджахедов, будем говорить так. Культурно выражается. Ну, перейдем к боевому осмыслению. То, что вы именно видели и прочувствовали. У вас на груди орден Красной Звезды. Да, это мой первый орден, который получил. За этим орденом стоит какая-то биография, история, жизнь, ранение. Дальше не хочу перечислять, потому что надо сказать, из-за того, что этот орден на груди. В первую очередь. Получил я его в то время, когда мы проводили колонны до Файзабада. Поскольку эти колонны почему ходили, нам, как афганцам, да и тем, кто нас смотрит и будет вспоминать Афганистан, были такие районы, где невозможно было добраться вертолетом и так далее. А если необходимо было забраться туда, боеприпасы, продукты, топливо, вплоть до того, что зимнюю одежду и так далее. Для того, чтобы наши гарнизоны работали, как говорится, на этом этапе, приходилось проводить армейские операции. И такая операция была у нас, в которой мы гнали колонну с Харатона до Файзабада. И были расставлены блокпосты везде и так далее. То есть первую часть мы выполнили свою, прогнали эту колонну до Файзабада и стали возвращаться обратно. И попали в засаду. Засада была, так сказать, довольно-таки приличная. Я не считал, сколько там было бандитов. Но сам смысл этой засады был в том, что мы получили приказ двигаться ночью, чего категорически, в общем-то, нежелательно и запрещено было в ночное время передвигаться по дорогам. Но мы уже с тобой как-то говорили об этом, что было много командиров, которые, значит, вперед. Часто можно сказать. Да, вперед, и чтобы к утру были в пункте постоянная дислокация. И мы пошли, так сказать, не выполнить приказ. И ночью нас и накрыли. Началась пальба, стрельба, естественно, значит, небольшая паника. С нами шли наливники. Ну, наливники, ты знаешь, да, это шаланды на базе КАМАЗов, груженные топливом. И, значит, Духари у них была, эта система отработана. Он видит наливник, сразу первый выстрел в наливник, наливник перегораживает дорогу, и началось, и поехало. Естественно, народ, ищите камни, и... Ну, а что еще? И что? Ночь, темнота, ничего не видно. Начинаем там связаться со сталинскими соколами, сталинские соколы прилетели, но не очень быстро и не очень сразу. Но прилетели. Кутор? Где-то так. Не, ну, в принципе, у нас приборов ночного видения не было, у армейской авиации. Вышли они там на поле, так сказать, то есть уже на... Прилетели на место, где шел бой, значит, ты тоже, значит, там покажите себя, определите, где вы, где чужие. Но, я уже говорю, я там служил в таких годах, когда уже душманы уже научились воевать. Мы там, значит, ракеты пускаем, они с той стороны тоже ракеты пускают. То есть все полетели, полетали, говорят, да черт ты знаешь, слушай, что делать? Ну, что делать? Давай уже там поливайте. Вот. Ну, и, короче говоря, вот в этом бою я получил ранение. Утром, когда все расцвело и начали мы, так сказать, подсчитывать все наши... понесли немалые потери, будем говорить. Так? Где-то около почти 20 человек убитыми. Это серьезная потеря была, значит, и командир дивизии, который был у нас, я не хочу говорить его фамилию, называть. Значит, он был... По времени я все равно могу сказать. Он был отстранен от должности и заменен на другого командир дивизии. Поэтому этот приказ был и вот, так сказать, и все. Ну, вот. Вот первая моя награда, так сказать, которую мы получили. Чувства. Ночной бой. Понимаешь, что такое ночной бой? Весь ужас того, что происходило. Да, освещенность есть. В горной местности есть освещенность, звезды очень хорошо. Когда горят цистерны с бензином. Освещают они... Ну, горят цистерны, они освещают до 50 метров. Мы прекрасно знаем, что это... Дай, духи же не находились на... Фактически на штыковой... Нет, нет. Да? Нет. На расстоянии штыковой атаки. Правильно? Не было. Вот чувства. Чувства те, что показать молодежи, которые, дай бог, посмотрят эту передачу, о том, что игралка, стрелялка, бегая в ночи, не обладая никакими приборами ночного видения. Да. Есть ощущения, которые на генетическом уровне их помнишь. Ваши действия до получения ранения. Что первая мысль? Как? Самосохранение в первую очередь? Ну, это, значит, я даже не хочу говорить, что я герой, значит, но это первая мысль, быстрее, найти побольше камень, взять автомат и, так сказать, обороняться. При этом, естественно, отдавая определенные команды там, чтобы там все залегли, окопались и так далее, потому что бой в горах ночью, это для тех, кто сидит на главенствующих высотах, это мы находились наоборот, так сказать. Тир. Да. И они нам лупили нас, и тем более у них как-то все было даже пристрелено, вроде как, так мне показалось, потому что огонь довольно-таки прицельный шел. И чувства, какие чувства, и сохранение, и ну, все равно, и не сдаваться. Вперед из песни. Вот, в принципе, вы отдавали команды нападение колонны, 120 автомобилей, то есть, 40 автомобилей, около 100 человек, 120 человек. Действия. Вы нашли камень. Вот я себе морально не могу, даже вот смотря здесь, где мы находимся, да, в этом ресторане, вот здесь лестница есть, да, и вот кто стоит наверху, а кто идет снизу, да, мне, ну, создать реальную картину понимания того, что происходило. Как вы могли определить огневые точки, которые по вам, как в тире, стреляли? Стреляли. Ну, по вспышкам, естественно, видишь, где вспышки идут, откуда огонь ведется и так далее. И чисто наугад и тоже берешь и стреляешь, а как больше? Другого, так сказать, целью указания какие? И сколько это число вообще продолжалось? Ну, это было довольно-таки, так сказать, часа где-то два-три, четырех часов отошел. Это уже бой. Это был бой, бой, который полноценно, значит, отстреливались, я говорю, или боевые действия, ждали, так сказать, ветру, вертушки вызывали. Я тебе скажу, что не особенно сильно и запоминаешь вот эти события. Это потом, когда уже вроде как кончилось, и закурили все, и так уже стали, так сказать, кто, как, чего и как. и у кого-то там пулемет заклинило, значит, стоит перед мной там прапорщик и плачет, так и что ты плачешь? Смотрю, у него обожженные руки. То есть, когда он стрелял с пулемета, произошел нагрев ствола. На горечке боя схватил. Носились второй стволик постоянно, вот он бедный его начал. Это ПК. Да, он постоянно хотел его сбросить, и пошел уже втыканье отшло. И, значит, руками хватанул, и, естественно, обжег. Но он не почувствовал это. Брал его там, потом об камень там бил этот, пока слон не отлетел, поставил новый, так и продолжал, так сказать, вести боевые действия. Но в горячем состоянии его нельзя. Демонтировать его очень сложно. Произвести замену. Ну, хочется жить, и приходится демонтировать. Метал расширяется, как-то расширяется. И приводится сбивать там, бить и так далее. То есть, я тебе скажу, что как-то, чтобы, что-то сказать, такое определенное, вот так мы там еще какие-то поднимались в атаку, шли, нет. Просто отстреливались, вели определенный бой, если бы не дали свои точки. Ну, судя по времени, сейчас хоть память регулирую, да, время. Был полноценный бой, вы фактически защитили себя до оказания вам помощи. Да. Сколько сгорело машина? Ой, да, половину пожили. Половину пожили. Пожили половину, значит, то, что у нас БМП были, те БМП, значит, еще там как-то ходили, отстреливались, выпихивали эти, хотели вроде как прорваться, но все-таки дорога была не особенно широкая, где нас там прихватили. Ну, пожгли половину машины. Камазы практически были все спалены, значит, ходили с нами эти таблетки, значит, таблетки все были тоже уничтожены, потому что везли там кислородные баллоны были, они тоже взлетали, эти таблетки как за милую душу. Ну, я говорю, покерей тогда понесли мы, так сказать, немалое. И вот об офицерах притработниках, значит, у нас в северном Кудузе стоял разведбат, и мне как-то, значит, пришлось с ними поучаствовать в одной, так сказать, операции. И на это район Ишкамыша было, значит, выбрасывали разведбат в зеленку, чтобы почистить зеленку. И, значит, высаживались мы на вертушках туда, и нас высадили на голое поле, на песок, короче говоря, и с вертушки. Значит, и никто никогда не ожидал, что, оказывается, там был учебный центр духов. У них там все было пристрелено, все учебное. Как не ожидал. По площадкам, что ли, это было? Да, на площадке. Тогда вопрос, существуют разведданные, да? Ну? Осуществляет операцию разведбат. На основании каких? Вот этого, вот меня всегда удивляет. Вот или это бай какая-то, или вот так это происходило. Значит, пилоты вертолетные группы по подходящим площадкам десантировали вас? Или заранее была все-таки группа? болитушки не делали посадку. Они как у них называется это? Зависали и с вертолетов все равно это проходит посадочный. Бойцы покидали вертолеты и так далее. И в это время вот прыгал, значит, был у нас там секретарь партийной организации этого батальона, майор, я не помню уже фамилию, и комсомолец был. Комсомолец фамилию запомнил, фамилия Малахова была. И вот они высаживались с этого вертолета. И будем говорить, секретарь партийной организации партийного бюро, он уже был заменщик. То есть ему не надо было туда лететь и на эту операцию. Всегда начальник полетодела говорил, что свое сделал, сиди уже и сиди и жди. И он попросился, говорит, товарищ полковник, я там пофотографирую. Хочу на память снять туда-сюда. Хочешь лети. Вот он полетел. И снайпер попал на снайпера, который сразу, он только не успел выпрыгнуть с вертушки, сразу выстрел и попал точно в сердце. И самое интересное, как говорится в кино, как в каком-то литературном произведении. Попал в правый карман, где носился партийный билет. А бронежилет где был? У нас бронежилеты. Как это у нас? У нас бронежилеты. Не, серьезно, смерть человека, повлекшая все-таки трагедию семьи и так далее, и так далее. Здесь же это понятно, здесь что улыбаться? За бронежилеты я серьезно спросил, потому что, ну, как же так? Мы их и... Я вот сколько служил в Афганистане, то никогда, сказать, ну, как одевали, но это если там что-то такое. А так в колоннах ходили, где был находился бронежилет? Да нет, я... Не сел на дверях машины там, или еще где-то, или где-то на броне был брошен, и так далее. Самое удобное было ходить в кроссовках, и в пропитанной химзащите были такие сеточки у нас. Я прекрасно, да. А таскать 8 килограмм это... Ну, я хотел бы сказать, что все-таки, зная это, я думаю, ну, хотя бы командный состав мог бы показать пример личному составу, что лишние 8 килограмм. А если взять уже там 2 БК, да, берем с собой запасные там, 3 БК, и кто знает, кто как по выполнению задачи. Но у вас разведбата вообще должно быть непрерывно там не на 2-3 часа боеприпасов имеется, надо было иметь на 3 суток. Ну, да, видимо, поставленная задача, знаешь, когда-то просто так чисто... Ну, да, я имею в виду боезапасов. Было просто так, вот высаживали там где-то в зеленке, вот они утром высадили, они побежали, бойцы там, пошугали, пошугали там, погоняли этих душманов, вечером вертушки пришли, забрали, все, посчитали там, потерь нету, нет, хорошо, все, хорошо, полетели обратно. То есть, и таких, у нас мероприятий не обязательно там выходить на 2-3, если когда уже какой-то рейд делали там еще и прочее, за сбором там информации или еще куда-то ходили, тогда, конечно, там уже и запасы и боеприпасов, и воды, и тем более, что я вот, когда был в этом же разведбате, значит, пришел командир батальона, мы там с ним переговорили о том, о всем, о задачах, значит, и я смотрю, сидят все офицеры, значит, командир батальона сидит, и я ему говорю, слушай, там офицеры тут сидят и не ходят и не готовят там роту к тому, чтобы вышли, так сказать, на задание. Он говорит, да зачем? Они бойцы все знают. Ну, я так для лупыса просто вышел из палатки и смотрю, значит, стоят 4 БМП и бойцы, значит, сами себе обеспечат, а ты, говоришь, бронежилеты. Вот они тащат, кто матрас, значит, кто там бачок воды, кто-то патроны, кто-то еще чего-то. Сели на броню, поставил пулемет, вышел ротный, ну что, готовы? Готовы. Ну все, поехали. И никто никогда не спрашивал, а взяли ли вы банку тушенки, а взяли ли вы там воды, а взяли ли вы там патроны. Это настолько было неприлично уже, говорить командиру своим подчиненным. То есть, подчиненный уже знал, что надо, и не взял водички, значит, не попьешь. Поэтому... Все-таки какая она разная война, у каждого, кто там был, да, война у нас одна, да, воевали ты мы по-разному. Да, есть же, или как перефразирую любое вам высказывание моего товарища, друга, он говорит, мы-то разные, но мамка-то у нас одна. А вот те проблемы, которые указываются в некоторых литературных произведениях, о тех ужасах войны, а вы как политработник все-таки должны были знать эти случаи, которые происходили, да, вы не знаете, грабежи, изнасилования, наркомании, вот. Мародерство. Мародерство. За что, за что потом этот же командир батальона разведбата и пострадал. Когда мы гоняли колонны, это было, значит, прошли, как описывают. Значит, проходили мы там, короче, колонны и так далее, и один раз зашли в один кишлак, значит, и старейшины пришли и говорят, значит, командор Шураве, вот у нас там ваши пацаны, значит, дыни воруют. И уже, значит, одного барана хотели стянуть. Не надо доводить до определенного греха. Значит, передайте там бойцам, туда-сюда, там, командирам, что, ну, не надо этого делать, потому что нас это карается. Значит, и встретились с командиром батальон, предупредили его, смотри, потому что есть такие случаи, что бойцы, значит, пока отсутствует должный контроль, значит, они там раз, тырс-мырс, куда-то там на Бахчу, раз-раз, значит, и все. Кончилось с тем, что пропало два бойца, нет двух бойцов, и все. Где бойцы? Не знаю. Начали искать, естественно. Искали, искали, нашли. С отрезанными головами ворыки лежат, и все. И рядом лежат дыни, о которых, кстати, и что. Ну, естественно, командир дивизии там, и это не секрет, снести этот кишлак. Ну, сносить было, в принципе, они уже собрались и ушли. Ну, поработали, М-21 там, пошли, посмотрели, идите посмотреть, а что там смотреть? Не ходили мы туда смотреть, что там, там ничего не оставалось. Ну, вот, результат, так сказать, разгильдяйство. и... Значит, факт, факт того, что БМ-21, а я поясню для наших зрителей, это система заплыва огня Град, вот, одна из знаменитых, которая была впервые применена, не секретно, это на, в бою, в бою на Даманском, вот, и активно применялась в Афганистане. Ну, вот, один из примеров в данном случае. Населенный пункт был стерт, потому что воздействие на один гектар, по-моему. Ну, я не помню уже сколько, но, по-моему, шесть квадратов накрывал, по-моему, одна машина. Я возьму такая. 40 выстрелов, и... По-моему, да, не помню уже точно. по-моему, смерть, смерть, по-моему, гектарами там пашет. Какая разница? Был сметен чисто вот за смертью наших солдат, которые допустили вот эту глупость, взять арбузы. Ну, это детская глупость, но эти солдатики лет. Мы-то, европейцы, это понимаем. А законы горб и законы других людей не воспринимают. Хотя памятки у всех были. За воровство у них вот такая карата сказать. Ну, раздавали, печатали, работали, типографии, конечно, там. И командиры батальона за это сняли с должности. Сняли, да. Сняли, да. Нет, отправили в союз. Союз отправили в союз. При том, что он был заслуженный человек, и все. вот тоже дело шло к замене, уже он уже какой-то был такой вот маленько расслабленный тоже. К замене. Ускорили ему, так сказать, этот процесс. Да. А вот проблема употребления марихуаны, более тяжелых наркотиков. Я, значит, как сказать, то, что бойцы курили, как называемый, Чарльз, по-моему, Чарльз. Значит, это было везде и всюду. Колонна идет, эти маленькие, прыг, на, пока там командир ля-ля-фа-фа, да и не увидишь, такая колонна идет, идешь поедем к кишлакам, там пылища такая стоит, что не приведи Господь. И вот они там, да, не видно. И по населенным пунктам мы особенно не гоняли. У нас тоже были случаи, когда мы давили там, и ай-яй-яй, ой, убили, ай-яй-яй, что остановили, что, ну вот попал там под гусеницу. Ну что теперь делать? Два мешка риса хватит? Ну, хорошо, хватит. А у них там бегает их 12, ну, зато два мешка риса, все, нет проблем, проблема исчерпана. И все соколоны шли, медленно, и вот они, Чарльз, Чарльз, и прочее. Ну, пока солдат открывал варежку там и с этим Чарльзом, у них там навесное там тросы, лопату, там какие-то фары откручивали, еще чего-нибудь. Они такие были шустрые в этом деле. Да, это в колод, ну, не только в колоннах, и практиковалось это сказать. У меня даже был один случай, я когда прилетел в Парихумри, и летел до Ташкургана. И мы сели там пока перекурить, туда-сюда, и идет сержантик такой, значит, и я смотрю, он весь какой-то черный, и весь в ломке какой-то трясется. И сопровождал его там один человек, значит, медик, и я спрашиваю, а что такое с бойцом? Что сержантом? Он сержант, он говорит, это брат, медбрат одного там из подразделений. Я говорю, а что с ним такой, что ранен, что дезинтерия у него, малярия, что он говорит, а нет. Он пристрастился у нас у каждого, ты же знаешь, была эти, как они называются, аптечка, индивидуального пользования, в которой находился промедол. И вот он пристрастился, да, и он пристрастился к этому делу, и довелся я до такого состояния, что, ну, непонятно, или от страха, или от чего, короче, ну, тот, как говорится, снаркоманился человек, и так мы забрали ему с собой, довезли. Но это не было, как представляется, в средствах массовой информации, или там, в массовом порядке. нет, конечно. Вот это вот, я имел в виду это. Ну, я, сказать, не видел, что было много бойцов, где-то там этим делом занималось, там, я вот, честно скажу, за два года, там, и четыре месяца, сколько просмотровок, офицеров-то не лучше, кто-то баловался этой дурью, как говорится. Ну, не в массовом. Не в массовом, да. После операции в баньке помыться, да, самогон у местного варенья выпить, это еще другое дело. А это... Ну, вот, ограниченное пространство, мужской коллектив, женщин нет. Очень много женщин. Нет, я говорю, невероятное количество в штабе дивизии, где стояла дивизия, было медсамбаты, значит, там, потом машинистки, поваришки, заведующие библиотеками, значит, не банщицы, вот у нас был модуль, где мы жили, значит, в этих модулях. Они у нас даже были, как костелянши выдавали, белье, постели меняли. То есть, женщин, парикмахерши. Наверное, браков много было? Военных браков, временно военных. Ну, военных. Как Война полевая? Да, ППЖ, ППЖ. Да, были, были. Война полевая. И даже, так сказать, заканчивались, ну, заканчивались некоторые браками. Как я говорю, очень много и браков было. У меня одна знакомая есть, и она наверняка будет смотреть эту программу, она вот там вышла замуж за моего товарища. Значит, и вот здесь прожили они, но потом, вот он здесь, потом погиб. Вот такая автомобильная катастрофа. Царство имени Грязна. Да. А там она была заведующей столовой, в 149-м полку, пехотном. Попала потом, потом полк ушел на вывод. Я как раз попал в то время, когда уже начинался вывод. У нас стоял в Кундузе зенитно-ракетный полк. Значит, вот он первый, который покинул территорию Афганистана, и они ушли в Куляб, в Таджикистан. Значит, почему его выверили, так сказать, и не помню, и не могу решить, почему его отправили. Это было в 87-м году начало. А потом начался потихоньку вывод уже. Войск. Не в 90-м, в 88-м году, в мае, после подписания Женевских соглашений. И, естественно, там вы выводили 149-й пехотный полк. Там полк, в принципе, остался, а называли 149-й А. И как раз в Кундуз прилетел генерал Варенников. Значит, там я познакомился с нашим корреспондентом Срещинским, с его оператором в сборе, с Бори Романовым. Значит, на Джибула туда прилетал. У меня дома есть фотографии, где мы там... В товарищеских отношениях. В дружеских, значит. В дружеских товарищеских отношениях. И, значит, панно, на родину с выполненным долгом и так далее. И вот этот 149-й А. Полк, значит, он вышел. Но не было как определенный вывод. То есть, сама рекламная вот эта вот вся акция прошла. собрали всех, как будем говорить, дембелей в этот полк. И, значит, и отправили их... Логически. Да, логически. И отправили их на ТРМС и там уже... Потому что я не думаю, что там буки стояли. Да. Прикрывая. Думаю, шилочки, да, в основном? Да, да, да. Вот. Ну, да. Это вот было в 87-м году, так, начало вывода уже, будем говорить. Ну, вывод такой показательный. Тогда напрашивается вопрос. Вот. прошло свыше 25 лет. Ну, я вот тут сидел, думал, значит, уже. И что? 27, 29, 20. Да, Вот все это, все это наложило отпечаток все-таки на судьбе человека. Как бы мы ни хотели, отпечаток какой? Память. Память не выскребишь, не уничтожишь. Вот, что бы вы могли сказать и что вы почерпнули с той память, с той войны? Ну, я вот, не знаю, мне потом еще пришлось долго служить. Я офицером, являюсь офицером запаса, мне после Афганистана еще пришлось служить и в Германии, и в других местах. И чем мне, вот потом я, будем говорить, я полюбил Афганистан. То есть, не как, как страну, а как, вот, службу там. Мне там служба нравилась. Во-первых, значит, если человек, как Высоцкий, если он никто, так и его и видно, что он никто. То есть, не скроешь человек там свои качества, там, если он подлез, значит, он и есть подлез. Если он там какой-то склочник там и так далее, то его видно. То есть, не скрываемый, вот этот процесс. Потом, значит, вот это вот дружба какая-то, взаимовыручка, помощь, значит, я помню, что когда-то кто-то уезжает в Союз, там все бегут, там будут передать туда-сюда, там дома, привет, и приезжаешь в Ташкент, идешь и звонишь, и говоришь, я вот приехал, я еду в отпуск, вот вам привет от вашего сына, отца, там, мужа и так далее, и тому подобное. Видно вот этот коллектив, вот эта сплоченность, и порядочность какая-то у людей. Мне вот лично очень нравилось, так сказать, и в своей дивизии служить, и в штабе, были очень хорошие офицеры, с которыми мы знакомились, и солдаты были. То есть, какое-то было очень чувство ответственности, такое, хотя, так сказать, не сахар была служба, вот все равно, нравилось мне, так сказать, служить. Заканчивая это интервью, я хочу сказать то, что, Афганистан, после всех передач, которые у нас уже идут все-таки около трех лет, ни один не сказал, что Афганистан оставил след тяжелой в душе, и что он, этот след был, мрачен. Все вспоминают, как светлую страницу своей жизни, где присутствовали человеческие отношения, где люди знали друг друга, и все-таки память, она останется той, которая есть. Не надо верить, средством массовой информации, которая в массовом порядке, обливает все грязью, при этом не делая ни анализа, даже не проведя чуткую и четкую грань между войной и мирной жизнью. Спасибо. Большое спасибо. Дай Бог тебе здоровья. И, как говорится, пока живы, будем помнить. Обязательно. Всегда наш парк, наши встречи, они будут до последнего афганца, пока он будет жив, мы будем собираться. Сижу, карплю, знать, не растрачен пыл, перо скрипит, своим желанием гнял я, пусть был не первый, кто так поступил, пирог штыку сегодня приравнял я, я слишком поздно, взялся за перо в том состоянии, когда уж гонят годы. И в столу с бумагой, и в душе сиро, и пасмурно, и знать дают себя невзгоды. Нет-нет, да и напомнят о себе, покоя не дают былые раны, ведь возраст мой, он поворот, судьбе, когда слова легки, сужденья странны, пусть будет так, коль это мне дано, ничьих чужих заветов не нарушу. Поэзия жила в душе давно, но выплеснулась лишь сейчас она наружу. сижу, карплю, знать не растрачен пыл, перо скрипит, своим желанием мнял я, пусть был не первый, кто так поступил, его к штыку сегодня приравнял я, пусть не пришлось все в жизни раз на раз, соединили горы наши души, ему достался ветряный Кавказ, а мне седые пики гендукуша, самим собой я согласился в том и доказал себе и сил последних я не потомок, явленный потом и не последыш вовсе но наследник в воде свой брод нашедший и в огне клонили к закату я к нему на марше поручик Лермонтов проснулся вдруг во мне хоть я его примерно вдвое старше сижу карплю знать не растрачен пыл пирог скрипит своим желанием внял я пусть был не первый кто так поступил пирог штыку сегодня приравнял я пирог штыку сегодня приравнял я пирог по пирог вне луны пирог луны луны м луны луны 30 лет Глоку, а картуш всегда с Глоком. Ну, рядом. И поздравляют всех будущих покупателей новой моделью, как Глок 43. Ну, что сказать. Это дальнейшее развитие Глока в том ряду, где Глоки маленькие. И основном такой пистолет нужен будет бизнесменам. Вы посмотрите, какое красота. Просто красота. Маленький, удобный, легкий. Но калибр 9х19. Так что картуш угодил. Угодил все-таки 30 лет Глоку. Кто бы сказал. И картуш в магазин рядом. Приходите в магазин картуш. Отличное оружие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы были в магазине картуш. Где мы представили новую модель Глока. Как раз в год 30-летия появления Глока. Ах, какой класс. Посмотрите, какой маленький. Для бизнесмена. Раз. В карманчик. И все. Ну, вытащил. Перезарядил. Нажал. И выстрелил. Шесть патронов. А больше и не надо. Сейчас попробуем его в деле. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, сейчас попробуем мы около 20 метров. Попробовать маленький пистолетик. Но с хорошим калибром. Это Глок-43. Эх. Где наша не пропадала. ВЫСТРЕЛ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА МИ-24. Знаменитый крокодил. Боевое крещение он получил в Афгане. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фактически во всех локальных конфликтах. И проявил себя как выдающийся боевой вертолет. Аналогов пока, увы, нет. Американская компания General Dynamics представила новый легкий пулемет. Калибра 330 мм. Ну, чтобы было понятно, диаметр пули 8,6 мм. Согласно описанию General Dynamics, Пулемет сравним по весу и габаритам с пулеметами калибра 7,62 мм. И предназначен для обеспечения огневой мощи на уровне пулеметов калибра 12,7 мм. Подряд-пулемет был разработан патронно-нормомазмом и обладает прицельной дальностью 1,7 км, что почти вдвое превышает аналогичный показатель пулемета калибра 7,62 мм. С расстояния в тысячу метров этот пулемет способен пробить бронежилеты с третьим уровнем защиты. Новый пулемет оснащен быстросъемным стволом, а также планками «Фикатини» для установки оптических прицелов, лазерных целеуказателей и иного снаряжения. Установка пулемета возможна как на стандартные треноги, так и на транспортные средства. Благодаря уменьшенной отдаче этот пулемет обладает высокими показателями кучности стрельбы в автоматическом режиме. Стоимость нового пулемета и возможные сроки поставки в войска пока не уточняется. Реактивная система залпового огня БМ-21 «Град» была разработана в начале 60-х годов. На базе шестиколесного грузовика «Урал» установка предназначена для поражения живой силы противника, вооружения, военной техники, а также артиллерийские и минометных батареек, пунктов управления, складов и иных целей. Боевая машина имеет массу 13,7 тонн и рассчитана на трех военнослужащих. БМ-21 способна развивать до 75 км в час и преодолевать до 750 км. В боевое состояние из походного комплекс переводится за 3,5 минуты. «Град» в зависимости от модификации может иметь до 50 направляющих и рассчитана на снаряды калибра 122 мм, включая осколочно-фугасные, противотанковые и дымовые, а также постановщики памяти. Дальность поражения БМ-21 до 40 км. Площадь поражения до 14,5 гектара. Время полного залпа 20 секунд. В настоящее время системы «Град» в войсках постепенно заменяются на новые РСЗО «Торнадо-ГЭМ». Созданные все же на базе РМ-20. Многоцелевой истребитель Су-35 был разработан в первой половине 2000 года. Его серийное производство ведется с 2011 года, а на вооружение самолет планируется принять в 2015 году. К настоящему времени было произведено в общей сложности 7 таких истребителей, из которых 4 серийных. Все эти истребители, представляющие собой глубокую модернизацию Су-27, совершили уже более 500 испытательных полетов. Су-35 способен развивать скорость до 2400 км в час, а дальность его полета составляет 3600 км. Максимальная взвездная масса истребителя составляет 34,5 тонн. Самолет вооружен авиационной пушкой ГШ-31, калибра 30 мм и оснащен 12 точками подвески для вооружения массой до 8 тонн. Истребитель может нести управляемые ракеты класса воздух-воздух малой, средней и большой дальности, а также ракеты класса воздух-поверхность, корректируемые и свободно падающие бомбы. В общей сложности Министерство обороны России заказало 48 истребителей Су-35, последний из которых должен быть поставлен военным в 2015 году. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok